Давайте я в порядке компромисса между законностью и вычислениями давайте разберемся в одной части, в одном аспекте законности. Уходят ли числа в бесконечность или нет? Значит, вопрос, если они не уходят, там возникает вопрос, к чему они приближаются, что это значит, что такое предел, как он... Ну давайте просто пока будем заниматься более простым вопросом. Вот, что у нас Аферес. Он прошел сначала единицу, потом он прошел одну, допустим, вторую, потом он прошел одну четверку. И утверждается, что далеко он так не уйдет. Значит, почему он... к чему он не перейдет никогда? Двойки. Двойки. Потому что каждый раз, рассмотрим его сначала, давайте нарисуем сразу эту двойку. Как объяснить, почему он никогда и через две не перейдет? Да. Ну отпускаем, через нее перешел через эту штуку. А нельзя по-простому, не отпротивно, а просто так объяснить, что будет. Ну, сперва будет расставить двойки единицы, потом она сложается. Значит, он сначала пройдет единицу, еще останется двойки единицы. Потом одну вторую и останется. Потом он пройдет одну вторую. Давайте нарисуем более реалистично. Он пройдет одну вторую. И одна вторая останется. Потом он пройдет одну... Каждый раз будет оставаться вдвое больше, чем он прошел. Да. Каждый раз он не сможет перейти через двойку. Потому что он каждый раз в двойке единицы. Да. Мы должны доказать... Будем доказывать не только то, что он не перейдет через двойку, А будем более конкретно. Что останется ровно столько же, сколько было у последней шага. То есть, а как просто сумасшедший? То есть, а один плюс одна вторая, плюс одна четвертая, плюс и так далее, плюс одна на два в степени. Ровно два. Останется до двух ровно столько же, сколько был у последней шага. А по индукции? Ну, это можно научно доказывать по индукции. Если для некоторого n это верно, то можно еще прибавить к этому равенству 1 на 2 в степени n плюс 1. Здесь у нас получится 2 минус 1 на 2 в степени n плюс 1. А это как раз мы вычитаем 2 в степени n, а прибавляем 1 на 2 в степени 1. То есть, половину от того, что вычили. Но останется, естественно, половину мы прибавили, а половина еще остается. Это рассуждение по индукции. А если не выпендриваться и просто по-простому сказать, как объяснить, почему это верно? Ну, перенесем в левую часть. Да. Вот. Значит, мы перенесем это в левую часть. Тогда получается 1 в n плюс 1 2 в n. Значит, это свернется в 1 на 2 в минус 1. После этого это свернется с предыдущего. И так все будет хлоп-хлоп-хлоп-хлоп и кончится чем? Какое будет последнее? Это свернется в 1, а это все свернется в 1 плюс 1. То есть, если мы каждый раз идем вдвое меньше, чем было на предыдущем шаге, то мы далеко не уйдем. Мы всегда будем... Значит, это научно называется так. Значит, наши точки, где мы останавливаемся, это называется, что это множество ограничено. Значит, множество m чисел называется ограниченным. Если... Как это сказать? Что это значит? То есть, если существует число... Что существует такая граница, за которую мы никогда не переходим. Существует такое... Такое c... Причем с двух сторон должно быть. Да. Ну, в данном случае у нас, давайте скажем, ограничено сверху. С другую сторону это нас сейчас не волнует. Существует такое c, что все элементы m уменьшаются. Обязательно меньше или не больше? Ну, это не важно. Мы можем прибавить единицу, тогда не больше давайте напишем не больше. Значит, это называется... c называется верхние границы. Видно, что это множество ограничено. То есть, если мы каждый раз идем вдвое меньше, чем было, то это множество ограничено. Вот, хорошо.